Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 мая и я вот сейчас подвязываю свои томаты, вчера высаженные. Принесла свои веревочки, вот эти красивые бархатные. О веревочках потом отдельно сниму видео. Слишком много вопросов, почему цвет весь такой красный. Сейчас не буду на них отвлекаться. Сейчас я хочу рассказать вам свое мнение, как я считаю, какой должна быть идеальная рассада, то есть, ну как, в момент высадки. Вот какую рассаду стараюсь высаживать я. Я уже говорила, что я и раньше в справочниках читала, я сама считаю, что рассада перед высадкой должна выглядеть вот примерно так. У нее должна быть уже сформировавшаяся цветочная кисть, выдвинутая, но еще не цветущая, потому что я тоже считаю, что цветущую рассаду высаживать, это чревато, она может неправильно среагировать на стресс, может скинуть вот эту цветочную кисть. Вот такая рассада, вот эта вот идеальная. Мне нравится вот такая рассада, которая стоит сама, у которой, смотрите, какая корневая система, вот белокурые там ее волосы. Корневая очень сильная, стволик толстый, она должна стоять сама, и должны быть обязательно зачатки вот этих бутончиков. Что происходит с ней после высадки? Я вот такую рассаду уже много лет выращиваю, стараюсь именно с кистями. Вот смотрите, вот у меня пудовик. Вчера высадила, он как только распустил вот эти вот корневую систему, вот он, он уже сегодня цветет. Это значит, что я уже не буду ждать долгий период, когда же они зацветут. Рассада должна быть уже как бы готова к плодоношению. Вот тоже пудовик. Вот эта цветочная кисть вчера была закрыта, сегодня она уже расщелкивается. И так многие, я вот сегодня прошла по ряду, многие вот так вот прям буквально за два дня начали расщелкиваться. Видите, вот этот бутончик раскрывается. Многие уже полностью раскрылись. Это значит, что через несколько дней тут уже начнется, завяжется маленький плодик, начнется формирование плодов. И это не скороспелки. Вот это любимый праздник. Вот тот пудовик, они крупноплодные. Важно именно, что крупноплодные томаты к этому времени, вот к моменту высадки, тоже уже должны быть в таком же состоянии, потому что им же долго вот этот формировать, большой плод завязывать. И вот у меня тоже, помните, я вам показывала кубовидные, они были полностью закрыты, вот открывается уже вот этот вот ларчик, и скоро и вот это чудо земли зацветет. Вот она, вот она. Она открывается потихоньку. Видите, там уже расщелина. Были плотно сжаты они. Они, вот это выражение, которое я вам говорила, что сидели на чемоданчиках, они в прямом смысле этого слова сидели на чемоданчиках, потому что им просто-напросто, как они были взрослые, но им не хватало уже питания. Сейчас я покажу, попробую вытащить, если смогу. Им не хватало питания для такого взрослого растения. Вот видите. Они были уже готовы, только выпустишь их на свободу, они моментально начинают свести, моментально сейчас будут завязываться помидорки, я вам потом покажу, с какой скорости все это будет происходить. Ну вот, идеальная рассада для высадки, это когда цветочные, вот эти бутончики уже есть, но они еще не расцвели. Почему не цветущую люблю, я вам говорила, потому что цветки, они очень нежные, могут отпасть. Во-первых, и во время работы можно задеть случайно кисточку, она может оборваться, а эта первая кисть, самые крупные, самые такие классные, жалко их терять. Ну и теперь остается только молиться, чтобы все вот эти первые кисти хорошо завязались и сформировались. Все, до свидания. Это прям коротко, в нескольких словах, какая рассада должна быть во время высадки. Это оптимальный вариант.